Мошенничество через интернет. Жительница Наринмара стала жертвой жуликов, орудующих в социальной сети ВКонтакте. Схема выстроена таким образом, что жертва даже и не подозревает о том, что деньги переводят не родственникам или знакомым, а мошенникам. С просьбой одолжить 3,5 тысячи рублей к жительнице Наринмара обратилась сестра. Через социальную сеть она попросила перевести деньги на другую карту, объяснив то, что прежнее заблокировано. Однако это оказалось на развод кайферистов. Я отправила, а вечером мне пришло сообщение в этой же социальной сети от ее друга о том, что нужно связаться с сестрой, так как с ее страницы рассылается просьба по одолжить денег. И тут я поняла, что это мошенники. Это уже не первый случай вымогательства через социальные сети. Также это может происходить и в других. Это друг вокруг, одноклассники. Люди пишут, создают фейковые страницы, копируют информацию, дублируют и отсылают ее друзьям, которые в списке и просят денежки. Кто-то проявляет бедительность и переспрашивает, а кто-то может и перевести. Чтобы не стать жертвой мошенников таким способом, полицейские рекомендуют незамедлительно связаться с другом, родственником, лично и уточнить, действительно ли ему нужна помощь. Не стоит полагаться только на то, что этот пользователь и вам знаком.